Платить за ЖКХ без лишних вопросов. Вот чего хотят жители города Щелково последние несколько месяцев. К сожалению, многочасовые очереди в офисе Московского областного единого информационно-расчетного центра, или вкратце Мособлгирц, давно уже стали притчей во языцах среди населения города. Внедрение единого платежного документа для расщепления коммунальных платежей проходит в Щелковском районе не так безболезненно, как хотелось бы. Средства, которые через единый расчетный центр должны поступать сразу на счета ресурсоснабжающих организаций, жители не спешат платить в принципе. Пугает многое. Сами перемены, непонятно откуда взявшиеся долги, опоздавшие квитанции, да и огромные очереди не внушают оптимизма. Руководство Мособлгирц, центра, созданного на основе одного из самых крупных ресурсников региона, организации Мосэнергосбыт, призывает сохранять спокойствие, утверждая, что трудности временные. На сегодняшний момент здесь, в Щелковском районе, произошло так называемое внедрение, интеграция расчетов местного ЕРКЦ Щелкова в централизованный биллинг Мосэнергосбыт ЕРКЦ. На первом этапе, значит, общество ограничено с ответственностью ЕРКЦ Щелкова, оно является так называемым субагентом, агента Мособлгирц. Изначально эта ситуация, на сегодняшний день, связана с тем, что вот некорректные, так называемые, счета по факту привлекательных услуг, связаны с неактуальной базой данных, которая была передана для расчетов в централизованный биллинг Мосэнергосбыт. Чтобы прояснить ситуацию, давайте поймем, что такое единый расчетно-кассовый центр и для чего он необходим. В сущности, это всего лишь посредник между жителями и ресурсоснабжающими организациями, отвечающие за оперативные перечисления средств за коммунальные услуги. Так, оплата не задерживается на счетах управляющих компаний и поступает сразу по назначению. В идеале. Изначально над этим работал ЕРКЦ Щелкова, который сейчас стал субагентом регионального расчетного центра. К сожалению, на практике одной из основных проблем в рамках интеграции Щелковского ЕРКЦ и областной структуры стала некорректная база данных, на основании которой и ведется расчет начислений. Площадь квартиры, количество проживающих – все это показатели, на основе которых формируется оплата за ЖКУ. Почему возникают очереди сейчас? Они будут возникать и в дальнейшем, они были раньше. Потому что этот инструмент на сегодняшний день, заточенный, скажем, как Мослуберц, высокотехнологичная компания, руки, которые пользуются этим инструментом, далеко не профессиональны. Поскольку управляющие компании, когда заключают договора с Мослуберц на организацию расчетов, они передают срез баз данных недостаточно корректный, неактуальный срез базы данных изначально по общей площади занимаемых квартир, по количеству проживающих, по количеству наличия приборов учета. И вот именно от качества передаваемого среза базы данных при заключении договора с Мослуберц зависит так называемая современная и качественная организация расчетов. Если средств будет этот, как бы, некорректный, и счета, значит, будут выставляться некорректно. Даже была ситуация, когда часть базы передали на бумажном носителе, и эту базу надо было носить уже непосредственно на компьютере. Все это было некорректно внесено, потому что на бумаге, опять же, было не все верно. И все это, как снежный ком, копилось, и в итоге мы что имеем, то имеем. Я бы сказал, что за один месяц данную базу скорректировать практически невозможно. Она, как бы, будет корректироваться. Она будет, скажем так, корректироваться в ближайшие 2-3 месяца с учетом тесной работы между абонентами и управляющей компанией. И управляющей компанией, значит, финансовым агентом, значит, МОС, ОБЛ и ЕРЦ. Оферты договоров от МОС, ОБЛ и ЕРЦ были направлены практически всем управляющим компаниям. Всем управляющим компаниям и междуснабжающим организациям. На сегодняшний день, значит, заключен договор с муниципальным предприятием управляющей компании ДЭС, с управляющей компанией МКЛАНТ, с теплосетью ЩКС, с теплосетью Теплосеть Инвест. В итоге сейчас через МОС ОБЛ ЕРЦ проходят коммунальные платежи с большей части жилфонда города Щелково. Загруженность штата, сотрудников поступающей информации – еще одна причина сложившейся ситуации. Некорректных квитанций – огромных очередей. Отсюда же неучтенные в декабрьских квитанциях оплата за ноябрь и показания счетчиков. Дело в том, что часть жителей начала оплачивать свои долги, ну и в принципе платить по текущим платежам, в период, когда уже началось формирование новых квитанций с декабря месяца. Поэтому вот этот период времени, в несколько дней, как раз попали вот эти платежи, которые уже начнут учитываться, скажем так, в январской квитанции. Никуда они не пропали, не испарились, поэтому за это не стоит переживать. В принципе, если кто-то реально переживает, что они могут куда-то пропасть, в офисах ЕРКЦ есть шаблоны заявлений, где можно галочкой отметить, через кого была проведена оплата, через кассу, через банк, через почту. В принципе, это заявление обработают и найдут обязательно платеж. Я думаю, что в следующем месяце эти недосчеты будут учтены. И еще раз повторю, самое главное, что в этом случае в 15-х за декабрь не подгрузилась оплата ноября по техническим проблемам. Поэтому не стоит огорчаться, переживать и писать какие-то жалобы. Просто надо активно участвовать в корректировке своих реквизитов по своему лицовому счету. Решать проблему планируют увеличением числа сотрудников. Сейчас штат офиса ЕРКЦ Щелкова рассчитан на 20 должностей. 12 из них вакантны и будут временно заполнены специалистами, привлеченными МособлЕРЦ. Чтобы ликвидировать данные громадной очереди, сюда от лица МособлЕРЦ будут направлены специалисты, вот, для лежачих территориальных управлений. По причине того, что, опять же, не были в какой-то момент подгружены платежи. У кого-то, например, показания счетчиков не учитываются, но это, опять же, не удается оперативно обработать весь этот массив информации, который поступает в офис ЕРКЦ. В данный момент брошены дополнительные силы, но, можно сказать, в 2-2,5 раза увеличен тот персонал, который именно на обработке будет сидеть. Поэтому мы надеемся в январе переломить ситуацию в лучшую сторону. Руководство МособлЕРЦ подчеркивает, все платежи в любом случае будут учтены. Неправильные долги скорректированы, однако здесь очень поможет обратная связь с жителями, подача заявлений о недостоверности сведений, указанных в квитанциях. Для корректировки достаточно будет одного визита. Когда пришли, он как бы скорректировал свою общую площадь, количество проживающих, и именно тот долг, который на сегодняшний день выставлен, был некорректно. Заполнить заявление о недостоверности сведений, указанных в квитанции, можно в основном офисе МособлЕРЦ, который расположен в 1-м советском переулке, дом 19, корпус 2. Все контактные данные также, наконец-то, были указаны в декабрьской квитанции от адреса основного офиса и КАС до телефонов. Ни в коем случае не пропадут льготы, отсутствие которых в квитанциях уже успело возмутить жителей. Даже если льготы не указаны, они полагаются определенным категориям граждан в соответствии с законом. В декабрьской квитанции они уже указаны. То, что они не указаны, это не значит, что их кто-то не получит. Все жители современно оплачивают жилищно-уквитальные услуги в полном размере. И при полной оплате жилищно-уквитальных услуг за месяц или части этих оплат, они должны обратиться в Управление социальной защиты на основании квитанции по оплате. На основании квитанции по оплате на сегодняшний день им будут смещены все эти льготы, в зависимости от вида начисляемой льготы, на их специальные счета, на отдельные банковские счета. Постепенно будет корректироваться срок формирования квитанции. Многие уже успели заметить, что в квитках по-прежнему стоит требование оплатить услуги до 10 числа. И это при том, что платежка пришла значительно позже. В этом случае также не стоит пугаться. Все коммунальные услуги надо оплачивать по факту потребления, по приборам учета. Однозначно, по приборам учета. Перебор учета можно передавать, занося их в эти квитанции, путем перенося их в абонентские кассовые пункты управления Щелково-Мослуберц или в абонентские кассовые пункты ИРКЦ-Щелково-ИРКЦ-Щелково-ИРКЦ-Щелково. И по-любому, как только эти показания не появляются, они сразу будут подгружаться, формироваться в итоговом документе. Если в этом случае единый платежный документ был сформирован с опозданием, с опозданием распечатан, с опозданием разнесен, то есть вот этот 10-дневный срок с ее оплатой продлевается фактически. Если он будет разнесен, грубо говоря, 10-го числа, а не 1-го числа, значит, надо заплатить до 20-го числа. Если вы занесли 15-го числа, надо заплатить до 25-го числа. Со временем сроки сформирования и распечатки ИПД будут двигаться в сторону окончания отчетного периода, когда, поскольку, для чего копья ломается? Копья ломается для того, чтобы была строка электроснабжения, как бы здесь присутствовать она должна. А там счетчики надо передавать 15-го под 26-е число. Каждого месяца. Главный вопрос. Ну а можно ли в целом платить по некорректным квитанциям? Руководство Мособлъерц призывает жителей. Нужно внести хотя бы ту часть платежа, которую они считают корректной. На сегодняшний день всем жителям просто надо активно участвовать в получении счетов, в корректировке своих начислений в местных абонентско-кассовых пунктах и территориальных направлений Ногинска и платить за коммунальные услуги раз в месяц. И не нервничать, поскольку, и главное, как бы, с позитивом приходить сюда в управление для корректировки как бы тех параметров и реквизитов и просто принять активное участие в оплате один раз в месяц, 12 раз в год за потребляемые жилищные и коммунальные услуги. На сегодняшний день есть так называемые, называемые сформированные единые платежные документы по ЖКУ, есть так называемые 6 касс ЕРКЦ Щелкова по тем адресам, которые как бы сейчас вот они указываются в этих единых платежных документах. Вот сейчас можно у Василия Ивановича Парамонова взять этот счет, когда квитанцию это распечатываешь, там написано адреса касс. Работают все кассы Сбербанка на прием, кассы Банка Возрождения, Банка Крыловский, именно те банки, которыми работал до этого ЕРКЦ Щелкова. В принципе, ничего не поменялось для жителей. В свою очередь, расчетный центр обещает даже не вспоминать о начислении пении, пока ситуация не исправится. 2-3 месяца мы пении начислять не будем, для того, пока не выверим полностью базу данных. Дабы не нагнетать социальную обстановку, ну, зачем копать себе яму, скажем так, нужно сначала разобраться со всеми начислениями, со всеми реальными долгами, и после этого уже, скажем, поднимать вопрос о платежной дисциплине, именно в части начисления пении. Разрешить проблемную ситуацию с учетом увеличения штата и конструктивной работы с управляющими компаниями МОСОБЛ ЕРС обещает в течение ближайших месяцев. Если сказать по срокам, это 2-3 месяца основной кропотливой работы, а потом в дальнейшем все потребители коммунальных услуг, будь то вы абонент, вы директор управляющей компании, должны как бы ежемесячно актуализировать ту базу данных, связанных с начислением ЕПД по каждому квартирному дому, который находится в вашем видении. Окончательно, на самом деле, я оптимистично это смотрю, на 2-3 месяца, потому что январь, сами понимаете, короткий месяц, мы вышли все на работу, но большая часть сотрудников 11-го числа, а у нас все-таки будем поддерживаться графикой выпуска и танцев на конец месяца, но за 2 месяца, сами понимаете, весь массив данных они не смогут обработать, но перелома должен уже случиться. А в феврале, я думаю, как раз-таки будут обрабатываться все остатки, заявления, которые жители пишут. То, что жители пишут, это не значит, что они где-то пропадают. Они также сейчас будут обрабатываться. Если же база данных, на основании которой формируется оплата, не будет скорректирована субагентом на территории Щелковского района, ЕРКЦ Щелково, то МОСОБЛ ЕИРС планирует рассмотреть решение о смене подрядчика. За ту работу, которая связана с начислением корректных, так называемых, счетов, за ЖКУ, то есть РЕПД, несет данная организация ЕРКЦ Щелково. Поскольку это является подрядной организацией, мы в лице агента можем это проконтролировать и пресечь. Если данная компания будет плохо работать с многочисленными ошибками, если ближайшие 3-6 месяцев она не справит ситуацию, то есть по-любому будем менять подрядчика. Или создавать прямое управление Щелково в Щелковском муниципальном районе.